Девятиклассники Повторим свойства неравенств с одной переменной Первое. Если из одной части неравенства перенести в другую слагаемое с противоположным знаком, то получится равносильное ему неравенство Второе. Если обе части неравенства умножить или разделить на одно и то же положительное число, то получится равносильное ему неравенство Третье. Если обе части неравенства умножить или разделить на одно и то же отрицательное число, изменив при этом знак неравенства на противоположный, то получим равносильное ему неравенство. Где же мы можем встретить неравенство в заданиях ОГЭ? Это номер 9, номер 15 и номер 21 в открытой части. Что еще нам понадобится для решения? Для решения неравенств вида f от x больше нуля, f от x меньше нуля методом интервалов. Первый шаг. Найдем корни уравнения f от x равняется нулем. Нанесем на координатную ось найденные корни, учитывая область определения. Они разобьют нашу ось на интервалы. Определим знак f от x на полученных интервалах. Учитывая знак неравенства, выпишем в ответ подходящие интервалы. Как это? Если у нас знак неравенства больше нуля, то мы будем выбирать интервалы со знаком плюс. Если знак неравенства меньше нуля, то будем выбирать в ответ интервалы со знаком минус. Перейдем к рассмотрению заданий. Номер 1. Решите неравенство x минус 1 меньше, чем 3x плюс 2 и определите, на каком рисунке изображено множество его решений. В ответ укажите номер правильного варианта. Представлены 4 варианта рисунков. Неравенство несложное. Решается легко. Получаем, что x больше, чем минус 1,5. Решение неравенства изображено на рисунке 1. Итак, ответ 1. Следующее задание. Решим неравенство 20 минус 3 умноженное на x минус 5 меньше, чем 19 минус 7x. В ответ укажите номер правильного варианта. Уже даны варианты не рисунков, а ответов. Рассмотрим наше неравенство. Воспользуемся свойствами, которые мы повторили. Получаем, что x меньше, чем минус 4. Правильный ответ указан под номером 4. Итак, ответ 4. Следующее задание. При каких значениях а выражение 5а плюс 9 принимает отрицательные значения? В ответ укажите номер правильного варианта. И даны 4 варианта ответов. Отрицательные значения, то есть значения, которые меньше нуля. Так и напишем. 5а плюс 9 меньше нуля. Решим полученное неравенство. А меньше, чем минус 9 пятых. Правильный ответ указан под номером 4. Итак, ответ 4. Следующее задание. При каких значениях x значение выражения 6x минус 2 больше значения выражения 7x плюс 8? В ответ укажите номер правильного варианта. Запишем и решим неравенство. 6x минус 2 больше, чем 7x плюс 8. Откуда x меньше минус 10? Выбираем подходящий нам ответ. Правильный ответ указан под номером 2. Итак, ответ 2. Следующее задание. Найдите наибольшее значение x, удовлетворяющее системе неравенств. Первое неравенство в системе. 6x плюс 18 меньше либо равно нулю. x плюс 8 больше либо равно 2. Второе неравенство системы. Решим систему. Для этого решим отдельно каждое неравенство. И найдем ответ системы. x больше либо равен, чем минус 6 и меньше либо равен, чем минус 3. Искомое наибольшее значение из отрезка от минус 6 до минус 3 равно минус 3. Итак, ответ минус 3. Следующее задание. Решите систему неравенств. x больше 3 – первое неравенство. 4 минус x больше 0 – второе неравенство. На каком рисунке изображено множество ее решений? В ответ укажите номер правильного варианта. И 4 варианта ответов. Решим систему. Получаем, что x больше 3, но меньше 4. Правильный ответ под номером 4. Итак, ответ 4. Решим следующее задание. На каком рисунке изображено множество решений неравенства x в квадрате минус 2x минус 3 меньше либо равно 0? В ответ укажите номер правильного варианта. Здесь мы уже воспользуемся алгоритмом, который мы повторили. Алгоритм для метода интервалов. Найдем корни уравнения. x в квадрате минус 2x минус 3 равно 0. Это минус 1 и 3. Нанесем корни на числовую ось. Получим промежутки. Выясним знак нашего многочлена на каждом из промежутков. Посмотрим на знак неравенства. Меньше 0. Значит, выбираем промежуток со знаком минус. Правильный ответ указан под номером 1. Ответ 1. Рассмотрим следующее задание. Решение какого из данных неравенств изображено на рисунке. В ответ укажите номер правильного варианта. Задание поменялось. Ответ нам известен, а условия нужно к нему подобрать. Решим каждое из неравенств. Второе неравенство верно для всех x. Четвертое неравенство решений не имеет. Первое и третье решили. Посмотрели, что нам подошел. Ответ, указанный под номером 1. Итак, ответ 1. Следующее задание. Решите неравенство x в квадрате минус 36 больше 0. В ответ укажите номер правильного варианта. И даны 4 варианта ответов. Решим неравенство методом интервалов. Корнями уравнения x в квадрате минус 36 равно 0 являются числа минус 6 и 6. Нанесем числа минус 6 и 6 на числовую ось. Получим промежутки. Выясним знаки в промежутках. Больше 0. Выбираем интервалы со знаком плюс. Правильный ответ указан под номером 2. Ответ 2. Следующее задание. Решите неравенство. x минус 2 деленное на 3 минус x больше либо равна 0. На каком из рисунков изображено множество его решений? И даны 4 варианта рисунков. Решим неравенство методом интервалов. Учитывая, что числитель может равняться 0, а знаменатель нет. Приходим к такому неравенству. Помним, что x не равно 3. На рисунке точку 3 выкалываем, а 2 закрашиваем. Получаем, что x принадлежит интервалу от 2 включительно до 3. Сравниваем с предложенными вариантами ответов. Правильный ответ указан под номером 3. Итак, ответ 3. Следующее неравенство. Первой скобкой является выражение корень из 3 минус 1,5, умноженное на вторую скобку 3 минус 2х. Все это больше 0. Решение. Определим знак разности, стоящей в первой скобке. Так как 1,5 равняется корню из 2,25 и корень из 3 больше, чем найденное значение, то знак разности будет иметь положительный. То есть разность больше 0. Разделим левую и правую части неравенства на данное положительное числовое выражение. Получаем совсем уже легкое линейное неравенство. 3 минус 2х больше 0. Откуда х меньше, чем 1,5. Итак, ответ. Интервал от минус бесконечности до 1,5. Следующее неравенство. Минус 14 разделить на х квадрате плюс 2х минус 15 меньше либо равно 0. Решим неравенство методом интервалов. Для этого сначала разложим на множители выражение, стоящее в знаменателе. Тогда несложно найти его корни. Это числа минус 5 и 3. Теперь расставим точки минус 5 и 3 на прямой и определим знаки исходного выражения на каждом получившемся промежутке. У нас меньше либо равно 0, значит, нас интересуют промежутки со знаком минус. Итак, ответ. Объединение интервалов от минус бесконечности до минус 5 и от 3 до плюс бесконечности. Следующее задание. Решим систему неравенств. Посмотрите, вот она записана. Решим первое неравенство системы. Для этого упростим числитель, упростим знаменатель. Получаем 5 минус х, деленное на 2х квадрате минус 10х плюс 14. Все это больше либо равно 0. Выражение 2х квадрате минус 10х плюс 14 всегда больше 0. Поэтому данное неравенство эквивалентно неравенству 5 минус х больше либо равно 0. Откуда х меньше либо равен 5. Решим второе неравенство. Получаем х больше либо равен минус 3. Пересекая решение обоих неравенств, получим, что решение системы является отрезок от минус 3 до 5. Ответ – отрезок от минус 3 до 5. На этом, ребята, наш урок подошел к концу. Сегодня мы повторили тему неравенства и системы неравенств. Посмотрели, как эти задания нашли свое отражение в ОГЭ. Надеюсь, он был для вас полезен. А вашим домашним заданием будет следующее. По учебнику Макарычева повторить теорию со страницы 262-264, решить номер 1004 и не забывайте решать задания ОГЭ номер 15 и 21. Спасибо за внимание. Успехов в подготовке к экзаменам. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники. Мы с вами сегодня продолжаем серию подготовки к основному государственному экзамену по русскому языку. Тема нашего урока – синтаксический анализ предложения. Целью нашего урока будет повторить теоретический материал по теме и выполнить практические задания из открытого банка основного государственного экзамена. Обратите, пожалуйста, внимание на слайд. Перед нами второе задание государственного экзамена по русскому языку в девятом классе, второй закрытой теоретической части. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что необходимо вам будет сделать на экзамене. В первую очередь необходимо прочитать предложения, которые будут у вас в кимах. Перед нами пять предложений, пять вариантов ответа. Ваша задача – определить грамматическую основу в каждом предложении и сравнить с предложенными вариантами. Вы должны будете выбрать правильный из предложенных вариантов. Но для того, чтобы справиться удачно с этой задачей, мы должны с вами обратиться к теоретическому материалу и, конечно же, его повторить и закрепить. Мы должны с вами помнить, что главными членами предложения, конечно же, являются подлежащие и сказуемо. Что такое подлежащие? Подлежащие – это то, о ком или о чем идет речь в предложении. Подлежащие отвечают на вопросы «кто?» и «что?». Посмотрим на примеры. Я вижу дом. О ком идет речь в предложении? Обо мне. Я подлежащим является местоимение. Цветы дивно пахнут. О чем идет речь в данном предложении? О цветах. Подлежащим является имя существительное. Сказуемое поясняет подлежащее и говорит нам то, что мы знаем о первом главном члене предложения. Сказуемое отвечает на вопросы глагола «что делает?», «что сделает?» и так далее. А также на вопросы краткого и прилагательного. Но сказуемым может быть не только глаголы «прилагательное» и «краткое». Мы об этом с вами поговорим далее. Обратимся к примерам. Я вижу дом. Я что делаю? Вижу. Цветы удивительно красивы. Цветы каковы? Красивы. Перед нами сказуемое, которое является кратким прилагателем. По наличию грамматической основы предложения делятся на простые и сложные. Вспоминаем. Простое предложение – это предложение, в котором есть одна грамматическая основа. Сложная – две и более грамматических основ. Давайте посмотрим на примеры. Еще прозрачные леса как будто пухом зеленеют. О чем идет речь в предложении? Речь идет о лесах. Что мы знаем о лесах? Что они зеленеют? Перед нами одна грамматическая основа, а значит, предложение перед нами простое. Посмотрим на второе предложение. Улыбка ясною природа сквозь сон встречает утро года, синее блещут небеса. Работаем с этим предложением. О чем идет речь в предложении? Речь идет о природе. Что мы знаем о природе? Что природа встречает. Но предложение не закончено. Здесь мы дальше видим, что речь идет о небесах и что они блещут. Перед нами две грамматические основы, а значит, предложение сложное. Давайте мы с вами, ребята, потренируемся. Необходимо найти грамматическую основу и определить вид предложения. Работаем с первым предложением. Я сижу за столом, читаю книгу и готовлюсь к экзаменам. Работаем с грамматической основой. О чем идет речь в предложении или о ком? Речь идет обо мне. Что мы знаем о подлежащем? Что сижу, читаю и готовлюсь? Перед нами одно подлежащее и три однородных сказуемых. Перед нами простое предложение. Уж не жду от жизни ничего я и не жаль мне прошлого ничуть. Работаем с грамматической основой. О чем или о ком идет речь в предложении? Снова обо мне. Что мы знаем обо мне? Что не жду? Работаем далее. И не жаль мне прошлого ничуть. Мы видим с вами, что есть еще одна грамматическая основа. Не жаль. Две грамматические основы. Значит, предложение сложное. По наличию грамматической основы простого предложения выделяются несколько видов. Простое двусоставное предложение, которое может быть полным или неполным. И простое односоставное. То есть, если есть только один главный член предложения. Ребят, это очень важно, потому что наша с вами задача будет определить грамматическую основу как в простом, так и в части сложного предложения. И очень важно помнить о том, что существуют односоставные и двусоставные простые предложения. Вспоминаем. Простым двусоставным предложением называется предложение, полное, в котором есть и подлежащее, и сказуемое. Река раскинулась. А вот неполным двусоставным предложением называют такое простое предложение, в котором есть один главный член предложения, а второй мы с вами восстанавливаем из контекста. Это очень важно, ребята. Итак, река раскинулась. Предложение окончено. Течет, грустит, лениво и моет берега. Обратите, пожалуйста, внимание, о чем идет речь во втором предложении. Речь идет о реке. Мы восстанавливаем с вами подлежащее из предыдущего предложения. Перед нами простое двусоставное неполное предложение с грамматической основой, однородными сказуемыми, течет, грустит и моет. Обратимся с вами к простым односоставным предложениям. Первый вид односоставного предложения – это определенно личное. Вспоминаем, что грамматические признаки сказуемого выражаются первым и вторым лицом, единственным и множественным числом местоимений. Неопределенно личные относятся к третьему лицу, множественному, единственному числу. Обобщенно личные односоставные предложения чаще всего встречаются в конструкциях, таких как пословицы, поговорки, то есть в данном случае сказуемо относятся ко всем и каждому. Безличные предложения – это такой вид односоставного предложения, в который невозможно вставить подлежащее. И назывное предложение – это предложение с главным членом предложения – подлежащим. Обратите, пожалуйста, внимание, чем отличается назывное предложение от односоставного. Тем, что в назывном предложении может быть только существительное, либо существительное с определением или междомитием. Давайте с вами потренируемся. Как вы должны рассуждать? Решетом воды не наносишь, и мы с вами вспоминаем, что перед нами поговорка, а значит, обобщенно личное предложение. Нам сообщили о приезде. Посмотрим на грамматические признаки сказуемого. Сообщили они. Третье лицо, множественное число, прошедшее время, перед нами неопределенно личное предложение. Мы долго не могли уснуть. Мы с вами видим подлежащее, видим сказуемое, значит, перед нами простое, полное двусоставное предложение. Прекрасная пора. Обратите, пожалуйста, внимание, что у нас есть подлежащее пора. Рядом с ним выступает определение прекрасное. Перед нами назывное предложение. И мне не здоровилось. Давайте попробуем с вами вставить подлежащее. Как бы мы с вами не меняли предложение, подлежащее вставить невозможно, и значит, перед нами безличное предложение. Главные члены предложения, как мы с вами уже говорили, подлежащее и сказуемое, могут быть выражены всеми частями речи. Именем существительным, местоимением, прилагательным, причастием, числительным, инфинитивом, неизменяемой знаменательной служебной частью речи, наречием, предлогом, союзом, частицей. Самое главное вы должны помнить то, что подлежащее – это то, о чем идет речь в предложении. И что к нему мы с вами задаем вопрос «кто что». Вы самостоятельно выучите таблицы, которые я вам предлагаю. Я думаю, что у вас не составит трудности в определении подлежащего в предложении. Главные члены предложения, как я вам уже сказала, кроме подлежащего существует еще и сказуемое. Сказуемое у нас может быть простым глагольным, то есть выраженным в предложении одним словом, глаголом, или составным глагольным и именным. Помните, пожалуйста, что в составном глагольном сказуемом мы с вами можем встретить как одно, так и два слова. То есть второе слово в именной части обязательно может быть глаголом, связкой «быть», «есть», то есть фактически присутствовать в предложении или же просто отсутствовать, но мы ее можем с вами восстановить. Давайте посмотрим далее. По выражению простое глагольное сказуемое может быть глаголом в форме любого наклонения, изъявительного, сослагательного, повелительного, независимым инфинитивом, междометной глагольной формой, фразеологическим оборотом, глаголом в спрягаемой форме с модальной частицей. Обратите, пожалуйста, ребята, на примеры, когда вы будете повторять, учить теоретический материал, обратите внимание, пожалуйста, на примеры. Составное имено и сказуемое может быть именем существительным, любой именной частью речи, синтаксически неделимой конструкции, причастием, кратким причастием, местоимением – это то, о чем мы с вами говорили в начале нашего урока. Самое главное – помнить, что сказуемое всегда объясняет нам то, что мы знаем с вами о подлежащем. Вспомогательная часть в составном глагольном сказуемом может быть либо фазовым глаголом, либо глаголом с модальным значением, либо со значением фразеологизма. Давайте мы с вами потренируемся. Определите вид сказуемого. Перестало биться сердце. Находим сказуемое. Перестало биться. Обращаем внимание, что сказуемое представлено двумя словами. Значит, перед нами составное, глагольное сказуемое, поскольку биться – это глагольное слово, да, в виде, в форме инфинитива. Мы долго говорили о погоде. Перед нами сказуемое говорили. Это одно слово, глагол, значит, перед нами простое глагольное. По алгоритму, который я вам сейчас объяснила, вы продолжите самостоятельно разбираться. Но мы с вами путешествуем в мир русского языка далее. Итак, перед нами первый практикум. Мы с вами должны сейчас отработать вторую часть экзаменационной работы. Итак, перед нами синтаксический анализ. Давайте с вами прочитаем текст и попробуем выполнить задание. В аллеях застыл зеленоватый полусвет. Работаем с этим предложением. О чем идет речь в предложении? О полусвете. Что мы с вами знаем о полусвете? Что он застыл? Обратимся к ответу. Перед нами только сказуемое застыл. Этот вариант ответа нам с вами не подходит. Работаем далее. Поблескивали золоченые статуи. О чем идет речь в этом предложении? Что статуи поблескивали? Обратимся к ответу. Статуи поблескивали. Да, это предложение нам с вами подходит. Это верный вариант ответа. Фонтаны ночью молчали. Не было слышно их быстрого шороха. Работаем с грамматической основой. Речь идет о фонтанах. Что мы о них знаем? Что они молчали. Это первая грамматическая основа. Не было слышно. Это вторая грамматическая основа. Обратимся к варианту ответа. Нам предлагают с вами только неполное сказуемое. Не слышны. И значит нам этот вариант ответа не подходит. Четвертое предложение. Падали только отдельные капли. И плеск их разносился очень далеко. Речь идет о каплях воды. Мы с вами знаем, что они падали. И вторая грамматическая основа. Плеск разносился. Обратимся к варианту ответа. Плеск разносился. Это верный вариант ответа. И мы с вами будем его выписывать. И последнее, пятое предложение. Каменные лестницы около дворца были освещены зарей. Желтоватый свет падал на землю, отражаясь от стен и окон. Итак, первая грамматическая основа. Лестницы были освещены. Вторая грамматическая основа. Свет падал. Посмотрим на вариант ответа, который нам предложен. Лестницы были. Мы с вами видим, что это неверный вариант ответа. И значит правильными будут цифры 2, 4. Итак, мы с вами, ребята, потренировались. Домашним заданием у вас будет выучить материал теоретический, который я вам сегодня проговорила. И самостоятельно выполните, пожалуйста, практикум 2 и 3. Вы сможете сверить свои ответы, сравнив их с эталоном. Желаю вам успешной сдачи экзаменов. Всего хорошего. До новых встреч. Здравствуйте, ребята. Тема нашего урока – освоение территории и населения Дальнего Востока. Цель урока – сформировать представление об освоении территории Дальнего Востока. Оценить вклад путешественников и землепроходцев в освоение территории. Ознакомить учащихся с особенностями населения Дальнего Востока. Углубить знания об обычаях и традициях коренного населения Дальневосточного региона. Продолжить формировать умение работать со статистическими материалами и картами. Продолжить формировать патриотическое воспитание. На протяжении многих лет русские люди открывали новые земли. Обживали их и преображали своим трудом. Отстаивали с оружием в руках. Исключением не стал и Дальний Восток, освоение которого началось в XVII веке. В 1632 году был заложен город Якутск, ставший опорной базой для продвижения на север и восток. Через 7 лет Иван Москвитин в 1639 году с отрядом казаков первым из европейцев достиг Охотского моря. Открыл его побережье и Сахалинский залив. А в 1644-46 годах Василий Паярков с товарищами проложил путь по Зее и Амуру и открыл остров Сахалин. Еще через 4 года, в 1648 году, русский казак Семен Дежнев спустился по реке Колыме в Северный Ледовитый океан. И обогнул Чукотский полуостров с востока. Первым прошел проливом, разделяющим Евразию и Северную Америку. В это же время Ерофей Хабаров основывает на Амуре первые русские поселения. Это встретило противодействие Цинской империи. И в результате военного конфликта Россия была вынуждена уйти из Приамурья. Русская колонизация продолжалась севернее. И первым портом России на Охотском море стал Охотск, основанный в 1646 году. Именно здесь были построены первые на Дальнем Востоке корабли. Отсюда отправлялись экспедиции на Камчатку, а затем и в Русскую Америку. Колонизация русскими юга Дальнего Востока продолжилась лишь спустя 160 лет. По договору 1858 года граница между Китаем и Россией была проведена по Амуру, а спустя два года и по его притоку реке Уссури и приняла современные очертания. Были основаны города Николаевск на Амуре, Хабаровск, Благовещенск, Уссурийск, Владивосток. Основной морской базой России стал Петропавловский порт. «Из века в век, из века в век шел крепкий русский человек на дальний север и восток, неустрашимо, как поток. Он шел в безвестные края, пока в неведомой доли он не пришел на край земли, где было некуда идти, где поперек его пути, одетый в буре и туман, стал необъятный океан». Таким образом, появившись на Дальнем Востоке в 17 веке, русские основали там города и закрепились на берегах Тихого океана. Численность населения Дальнего Востока составляет 8,2 миллионов человек. Площадь района 6 миллионов километров квадратных. Доля населения Дальнего Востока от общей численности населения составляет около 5,5%. Причем район занимает 1,3 часть территории нашей страны. Это одна из главных черт Дальнего Востока в плане демографии. Незначительная численность населения в сравнении с общей площадью территории. Подобная ситуация объясняется жесткими природными и климатическими условиями, а также положением по отношению к транспортным артериям. Демографическая ситуация в регионе неблагополучная. До начала 90-х годов XX века численность населения Дальнего Востока постоянно росла, так как в течение долгого времени в целях удержания населения и привлечения рабочей силы действовали специальные льготы и надбавки к зарплате. Однако в связи с прекращением государственной поддержки после распада Советского Союза население начало стремительно сокращаться. Это связано с отрицательной миграцией из северных регионов Дальнего Востока и естественной убылью населения. Естественный прирост составляет минус 3,4 промилле. Причиной оттока населения является высокий уровень безработицы, который выше, чем средний по стране. Для Дальнего Востока характерна максимальная в России миграционная подвижность населения. Размещение населения неравномерно. Южная часть Дальнего Востока, а именно Приморский и Хабаровские края, Еврейская автономная область и Амурская область, по которой проходит Транссибирская магистраль, наиболее освоена и заселена. Природные условия Дальнего Востока здесь благоприятны для жизни. В южной части сосредоточено более трех четвертых населения района и почти все его сельское хозяйство. Эта территория с максимальной плотностью в районе. В Приморском крае она составляет 12 человек на 1 км квадратный. Северная часть Дальнего Востока, а именно Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край и Чукотский автономный округ связаны с остальной территорией России, преимущественно по морю и воздуху. Плотность населения здесь в 100 раз меньше, чем на юге. Например, в Чукотском автономном округе 1 человек на 10 км квадратных. Относительно плотно заселены лишь юг Сахалина и район Петропавловска-Камчатского. Камчатский край размером почти с Францию, но имеет население более чем в 200 раз меньше – около 320 тысяч человек. Из них почти 75% проживает в центре края и его пригородах. Вопросы о размещении населения Дальнего Востока выносятся на ОГЭ. Это вопрос под номером 24. В каких двух из перечисленных регионов России средняя плотность населения наименьшая? В первом варианте мы выбираем Мурманскую и Магаданскую области, во втором – Амурскую и Иркутскую области. Плотность населения определяется делением численности на площадь. Чем благоприятнее природные условия, тем выше численность и показатели средней плотности. Среди перечисленных примеров – самые неблагоприятные природные условия в указанных областях. Этнический состав Дальнего Востока довольно пестрый. Более 90% всех жителей района составляют русские. Из других народов – самый крупный – Якуты, около 480 тысяч человек. Они составляют примерно половину населения республики Саха. Численность других народов, живущих на Дальнем Востоке, гораздо меньше. Здесь в основном проживают народы тунгуса-маньчжурской группы алтайской языковой семьи. Самый крупный из них – эвенки или тунгусы, которых в России 40 тысяч человек. Традиционное занятие эвенков – оленеводство. Соседи эвенков – эвены. Другие народы тунгуса-маньчжурской группы – нанайцы, ульчи, удыгейцы, орочи, орохи, нивхи – живут в низовьях реки Амура и на севере острова Сахалина. Занимаются оленеводством, рыболовством и охотой. Это очень небольшие по численности народы. Самый большой из них – нанайцы – 11 тысяч человек. Крайний северо-восток России – Чукотка и Камчатка. Вместе с русскими заселяют представители еще двух языковых семей. Чукотско-Камчатская – это чукчи, коряки и тельмены. И эскимоско-алиутской – эскимосы и алиуты. Традиционное занятие этих народов – морской зверобойный промысел и резьба по кости морского зверя. Вопросы о занятиях населения Дальнего Востока выносятся на ОГЭ. Это вопрос под номером 4. К традиционным занятиям каких из перечисленных народов России относятся промысел морского зверя и рыболовства? Это вариант эскимосы и чукчи. Чум – конический шатер, обтянутый покрывалами, сшитыми из оленей шкур. Чум приспособлен к кочевому образу жизни в суровых климатических условиях. У какого из перечисленных народов чум является традиционным жилищем? Это вариант эвены. Традиционным занятием каких из перечисленных народов является морской зверобойный промысел? Это чукчи и эскимосы. И к традиционным занятиям какого из перечисленных народов России является резьба по кости морского зверя? Это чукчи. Особенностью полувозрастного состава населения Дальнего Востока является минимальная доля пожилых людей и незначительное преобладание мужчин. Отрасли специализации Дальнего Востока – это отрасли в основном мужской занятости – рыболовство, лесозаготовка и добыча полезных ископаемых. Поэтому во многих поселениях мужчин в трудоспособном возрасте больше, чем женщин. Но по отдельным возрастным группам соотношение мужчин и женщин меняется. На Дальнем Востоке резко преобладает городское население, причем в основном это небольшие города и рабочие поселки. Очень низкая плотность населения не позволила создать на Дальнем Востоке не только сеть городов, как в Европейской России, но и даже цепочки городов вдоль железных дорог, как в Сибири. На большей части территории Дальнего Востока города располагаются отдельными очагами среди огромных незаселенных пространств. Здесь велика доля моноотраслевых городов и поселков, возникших для эксплуатации природных ресурсов. Прежде всего, это добыча полезных ископаемых. Базой такого поселения является одно предприятие – рыболовецкое, лесозаготовительное или горнодобывающее. Если такие поселения появляются в плотно заселенных районах, то в большинстве из них возникают и другие функции по обслуживанию населения и хозяйства прилегающих территорий. Но в слабо заселенных районах такие города остаются монофункциональными и после исчерпания природных ресурсов, например, отработки месторождений, теряют свое экономическое значение и исчезают, либо их численность резко сокращается. Крупнейшие города Дальнего Востока – это Владивосток и Хабаровск. Владивосток – крупнейший город и порт на Дальнем Востоке России, финансовый, политический, культурный и экономический центр региона, административный центр Приморского края. Вместе с городом-находкой Владивосток – это главные тихоокеанские ворота России. Вся деятельность этих городов связана с морем. Хабаровск – центр Дальневосточного федерального округа России и Хабаровского края. Один из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего Востока. Именно здесь находятся учреждения, координирующие всю работу регионов Дальнего Востока. Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Появившись на Дальнем Востоке в XVII веке, русские основали там города и закрепились на берегах Тихого океана. Слабая заселенность и чрезвычайно низкая средняя плотность населения в сравнении с общей площадью территории из-за жестких климатических и природных условий, а также положения по отношению к транспортным артериям. Тяготение населения к транспортным путям и местам разработки полезных ископаемых. Более высокая плотность населения в южной части, там, где, во-первых, проходит Транссибирская магистраль, а, во-вторых, природные условия наиболее благоприятны для жизни людей. На севере Дальнего Востока расселение носит преимущественно очаговый характер, причем основную массу населения составляют приезжие. При абсолютном преобладании русских регион имеет разнообразный национальный состав. Сейчас на территории Дальнего Востока проживает около полутора десятков малочисленных народов. Они сохраняют свой язык и обычаи. Особенностью полувозрастного состава населения Дальнего Востока является минимальная доля пожилых людей и преобладание мужчин. На Дальнем Востоке резко выделяется городское население, как правило, проживающее в небольших городах или рабочих поселках. Здесь велика доля моноотраслевых городов. Домашнее задание. Прочитать параграф 47-48 на страницах 192-199. Ответить на вопросы номер 1-5 на странице 195. Сравнить природные условия северной и южной части Дальнего Востока. Заполнить таблицу в задании 5 на странице 199. Урок окончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие учащиеся девятых классов. Тема нашего сегодняшнего урока – это предыстория информационных технологий и история ЭВМ. Первые средства для работы с информацией появились много позже первых орудий материального труда. Информационную деятельность человека можно разделить на три составляющих, такие как хранение, передача и обработка. История хранения информации в письменной форме уходит далеко вглубь. До наших дней в некоторых местах сохранились наскальные письменности древнего человека, лунный календарь. Также для письма использовалось дерево, глина, пергаментные свитки. Пергамент, как правило, делался из кожи животных. Его растягивали, чтобы получить тонкие листы. Когда на Востоке появился шелк, то его использовали не только для ткани и одежды, но и для письма. Во II веке уже нашей эры в Китае изобрели бумагу, но до Европы она дошла только в XI веке. Вплоть до XV века письма, документы, книги писались исключительно вручную. В качестве инструмента использовали кисточки, перья птиц, позже стали использовать металлические перья. Были изобретены также краски и чернила. Книг на тот момент было очень мало, и они считались предметом роскоши. В середине XV века немецкий типограф Иоганн Гутенберг изобрел первый печатный станок. С этого времени началось книгопечатание. На Руси книгопечатание основал Иван Федоров. В середине XVI века, а точнее в 1564 году, была выпущена первая русская датированная книга под названием «Апостол». Книг стало значительно больше и стало быстро расти количество грамотных людей. Первоначально люди передавали информацию посредством ближней связи, то есть речью, слухом и зрением. Затем письменность поспособствовала развитию первого средства дальней связи — почты. Доставку письма осуществляли почтовые курьеры, также гонцы. Для быстрой передачи каких-либо важных сведений часто использовали оригинальные идеи. Например, такую оригинальную идею применяли на Кавказе в виде кострового связи. В XVIII веке возник семафорный телеграф. Это уже световая связь, но технически более совершенная. В Древней Греции использовали оптический сигнал связи. Днем это был дым, ночью был огонь. Очень богатым на открытие в области связи был XIX век. В этом веке люди овладели электричеством, которое породило множество изобретений. В России в 1832 году Павел Львович Шиллинг изобрел электрический телеграф. А уже в 1837 году Семюэль Морзе создал электромагнитный телеграфный аппарат и придумал специальный код-азбуку, который носит его имя. В 1876 году американец Александр Белл изобрел телефон. А в 1895 году изобретатель Александр Степанович Попов открыл эпоху радиосвязи. Но самым замечательным изобретением XX века это является телевидение. А освоение космоса привело к созданию спутниковой связи. А теперь познакомимся со средствами обработки информации. Важнейшим видом такой информации являются вычисления. Появление и развитие счетных инструментов стимулировали развитие земледелия, торговли, мореплавания, астрономии и многих других областей практической и научной деятельности мира. Нетрудно догадаться, что первым счетным средством для человека были это его пальцы. Этот инструмент всегда под рукой. А кто из нас им не пользовался? В V веке до н.э. в Греции и Египте получило распространение абак. Абак – это греческое слово, которое переводится как счетная доска. Вычисление на абаке производилось перемещением камушков по желобам на мраморной доске. Подобные счеты, инструменты распространялись и развивались по всему миру. В России они появились на рубеже XVI-XVII веков. Долгое время они активно использовались в торговле. В начале XVII века шотландский математик Джон Неппер ввел понятие логарифма, которые позволяют ввести трудоемкие арифметические операции умножения и деления к более простым сложениям и вычитаниям. В результате появилась логарифмическая линейка, которая использовалась как вычислительное средство инженера. Позже их сменили электронные калькуляторы. В 1645 году французский математик Блес Паскаль создал первую счетную машину. Машина Паскаля позволяла быстро выполнять сложение многозадачных чисел. А немецкий ученый Лебец, развив идею Паскаля, создал механический арифмометр, на котором можно было выполнять все четыре арифметические операции с многозадачными числами. Позднее арифмометр многократно совершенствовался, в том числе и русскими изобретателями Чебышевым и Однером. Арифмометр был предшественником современного калькулятора. Арифмометр, как и простой калькулятор, это средство механизации вычислений. Человек, производя вычисления на таком уровне, сам управляет его работой. Определяет посредственность выполняемых операций, но мечтой каждого изобретателя вычислительной техники было создание считающего автомата, который бы без вмешательства человека производил расчеты по заранее созданной программе. В период между 1820 и 1856 годом ученый Бэбидж работает над проектом аналитической программируемой машины. Основные идеи, заложенные в проекте аналитической машины, были использованы в нашем веке конструкторами ЭВМ. Аналитическая машина Бэбиджа — это уже универсальное средство, объединяющее обработку информации, хранение информации и обмен исходными данными и результатом с человеком. Всю историю развития электронной и вычислительной техники принято делить на поколения. Смены поколений чаще всего были связаны со сменой элементной базы ЭВМ, прогрессом электронной техники. Итак, первое поколение ЭВМ создавалось на основе вакуумных электроламп. Машина управлялась с пульта и перфокарт с использованием машинных кодов. Эти ЭВМ размещались в небольших металлических шкафах, занимающие целые залы. Элементной базой машин этого поколения были электронные лампы, диоды и триоды. Машины предназначались для решения сравнительно несложных научно-технических задач. К этому поколению ЭВМ можно отнести такие машины, как БСМ-1, БСМ-2 и Стрела. ЭВМ первого поколения были из значительных размеров, потребляли большую мощность. Быстродействие их не превышало 2-3 тысячи операций в секунду. Ёмкость оперативной памяти составляла всего лишь 2 килобайта. Второе поколение появилось в 60-е годы 20 века. Элементы ЭВМ выполнялись на основе полупроводниковых транзисторов. Эти машины обрабатывали информацию под управлением программ на языке Ассемблер. Ввод данных и программ осуществлялся с перфокарты Перфолент. Элементной базой машин этого поколения были полупроводниковые приборы. Машины предназначались для решения различных трудоемких научно-технических задач, а также для управления технологическими процессами в производстве. Появление полупроводниковых элементов в электронных схемах существенно увеличило емкость оперативной памяти, надежность и быстродействие ЭВМ. Уменьшились размеры, масса и потребляемая мощность этих машин. Особенностью третьего поколения ЭВМ считаются малые интегральные схемы. Они содержали на одной пластинке сотни или тысячи транзисторов. Управление работой этих машин происходило с алфавитно-цифровых терминалов. Для управления использовались языки высокого уровня и Ассемблера. Данные программы вводились как с терминала, так и с перфокарты Перфолент. Машины предназначались для широкого использования в различных областях науки и техники. Машины третьего поколения по сравнению с машинами второго поколения имеют больший объем оперативной памяти, увеличенное быстродействие, повышенную надежность, опотребляемая мощность и занимаемая площадь, а также их масса уменьшились. Четвертое поколение связано с использованием микропроцессоров. Первый такой микропроцессор под названием Intel 4004 был создан в 1971 году. Компания Intel до сих пор остающихся в лидерах. Спустя 10 лет IBM выпустила первый персональный компьютер, который так и назвала IBM PC. Самая дорогая конфигурация этого компьютера стоила 3000 долларов. Для офисов и бизнесменов более дешевая стоимостью 1500 использовалась в домашних целях. Процессор Intel 8088 работал на частоте 4,7 МГц, а объем оперативно запоминающего устройства составлял всего лишь 64 кБ. Для хранения данных использовались информационные дюймовые флоппи-диски размером 5 дюймов. Жесткий диск в те компьютеры нельзя было подключать из-за недостаточной мощности блока питания. Интересно, что разработкой компьютеров занимались всего 4 человека. Причем IBM не запатентовал ни операционную систему DOS, ни BIOS, что привело огромное количество клонов. Уже в 1996 году IBM уступила первое место по продаже ПК на ею же основанном рынке. Термин «пятое поколение компьютера» считается спорным. История предыдущих четырех поколений показывает, что усовершенствование происходит за счет увеличения количества элементов на единицу площади. По этой логике от компьютеров пятого поколения ожидалось параллельное вычисление взаимодействия огромного количества процессов. Однако оказалось, что параллельная работа нескольких процессоров не дает той высокой производительности, которая ожидалась. Разработанные образцы быстро устаревали. Что же касается языков, основанных на логике, выяснилось, что они не позволяют создавать программы необходимого уровня сложности без использования обычных процедурных подходов. Поэтому многие специалисты считают, что «пятое поколение компьютеров» не состоялось как таковое, а для дальнейшего совершенствования нужны принципиально новые технологии. Другие утверждают, что все-таки можно называть «пятым поколением» реализацию параллельных вычислений и облачных технологий. И в заключении хотелось бы сказать, что основные толчки для развития компьютеров дала наука, такие как появление ламп, а затем транзисторов. В настоящее время распространяется ввод информации с голоса, общение с машиной на человеческом языке, и активная работа ведется над роботами. Основное мнение, что будущее за квантовыми компьютерами, которые будут использовать в своей основе молекулы и нейрокомпьютерами, использующими центральную нервную систему человека и непосредственно его мозг. Для компьютеров пятого поколения не пришлось бы писать программ, а достаточно было бы объяснить на почти естественном языке, что от них требуется. Но более подробно об этом всем вы можете прочитать в параграфе 23, ну и ответить на вопросы первой, третьей записью в тетрадь. На этом урок окончен. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова